я не знаю как вы а мы находимся в режиме самоизоляции и вам рекомендуем мысли мы с алисой да здравствуйте алиса ты иди по своим делам я по своим значит что сегодня будем готовить будем готовить котлеты тема живая тем более что наверняка многие из вас запаслись мясом полные морозилки забили пора оттуда все это доставать и превращать во что-нибудь интересное я значит размышлял на тему двух блюд это киевская котлета и пожарская котлета вот если разбирать глобально то получается что это две одинаковые котлеты два одинаковых продукта потому что киевская делается из грудки и отбивается кладется кусочек сливочного масла заворачивается и панируется в сухарях по идее с пожарской то же самое только фарш добавляется на терке натертое сливочное масло вмешивается замороженное масло алисы ты что нам мешаешь готовить котлеты вкусные пожарской фарш натирается замороженное сливочное масло перемешивается и панируется тоже в сухарях но только в крупных там курица здесь курица там сливочное масло здесь сливочное масло тут панировка тут панировка так в чем же отличие да никакого отличия нет это идентичные котлеты так ведь но я думаю что вы со мной тоже согласны давайте начнем я сегодня буду готовить и как пожарскую и киевскую два в одном лице с чего начинаем а начинаем вот с чего я порубил фарш ну понятно я не стал показывать как рублю его я потому что вы и без меня прекрасно это сделаете будь то мясорубка или будь то например нож просто здесь два корочка который я порубил вместе с кожей взял снял лишний жив срезал все порубил 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 у меня получился небольшой кубик но так как это и должно быть здесь у меня в сковородке лук и один зубчик чеснока переступая через себя хочу сказать что вариантов то котлет много всевозможных а вот тут я бы сделал знаете как соединил сырой лук с обжаренным луком и добавил немножко чеснока потому что в предыдущих вариантах котлет которые я делал вы все время говорили а я добавляю чеснок а я не добавляю сырой лук а я ой как хорошо что я всегда добавлял сырой а вы сказали нужно жаль смотрите сухая сковорода горелка если у вас нет горелки если у вас нет горелки ее не заменит сосед песня получается целая то есть просто берем на сухой сковороде если нет горелки но значит обжаривайте лук на сухой сковороде нам его нужно обжечь во первых чем удобно горелка так сказать при жарочке они дадут фарш свой аромат аромат дымка сразу на кухне запахло вкусно жареным лучком можно его распотрошить вот так вот то есть нам нужно чтобы он в серединке остался сырой он такой останется а сверху мы его обожжем не будет той вот приятного такого я хотел сказать лукового запаха да ну так и сказал так еще разочек пройдусь по луку видите он должен подрумяниться немножко чеснок у меня стал уже почти черный пока что нам горелка не понадобится больше все это на доску ну и соответственно все превратить в крошку а затем смешать эту крошку с фаршем заодно повысите свой уровень и умение шинковать быстро 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 овощ мелко-мелко рублю лук ну и вместе с чесноком конечно же если вы не плачете значит все делаете неправильно смешиваем получившийся лук с фаршем и уже проходимся вместе с фаршем пару-тройку раз во-первых мы продолжаем рубить фарш и продолжаем рубить лук во-вторых женим их плотненько о проходят слезы заодно противовирусная профилактика но и физкультура ведь на самоизоляции то сидите по день ничего не делаете получается все как нельзя хорошо значит котлетка должна быть плотная не в смысле отбивать фарш куриный фарш отбивать если вдруг кто-то вам говорит о том что нужно отбивать куриный фарш не верьте это шарлатаны хлеб я взял черствый нашел тут всевозможные горбушки значит думаю все сушат зачем-то превращают его в сухари а потом обваливают в котлеты в этом во всем но он и так ведь может быть нормальным главное его очистить до белой мякиши до белого мякиша ничего страшного если вдруг там остаются какие-то вот такие вот пятнышки нет если вы богаты то можете конечно серединку вырезать из из батона я имею ввиду богаты на хлеб если вам не жалко режьте как хотите но я к тому что если делать все аккуратно то на все везде хватит значит не выбрасывайте подсушить их потом в блендер и будет вам панировка значит вот это сразу же нарезайте на кубики такие вернее в начале пластиночки дальше будем резать кубики значит делайте кубики такие чтобы они были не очень толстые а то будет потом у вас во рту таких куски хлеба попадаться кубики должны быть изящные теперь желательно что получить красивый кубик нам надо выровнять эти кусочки хлеба примерно выровнять да вы меня понимаете условно и вот при выравнивании вот этих кусочков у нас остается обрезь вот эту обрезь складываем в блендер сразу же во время того как вот сюда закидываем вот эти корочки которые у нас должны пользу принести нам вливаем сюда сливки сливки корочки уже пусть замачиваются в сливках до корочки пусть замачиваются в сливках проделываем дальше со всеми остальными кусочками то же самое хлеба много не кладите фарш иначе от знаменитых пожарских котлет у вас останется знаменитые совдеповские столовские котлеты в сухарях добавляем соль фарш много не солите курица не любит много соли она тогда получается свежий вкусный и сочный когда много соли она конечно вкуснее по своей органолептики и по рецептор это скачут и такие вкусно но если вы будете чуть-чуть не досаливать оставлять как бы вот этот промежуток досолить можете на столе а сама котлета она будет как будто бы свежая вот с говядиной бараниной такого не происходит там всегда хочется чуть больше соли потому что красное мясо с птицей с телятиной с индейкой соли должно быть недостаточно не в край прям вот солености да понимаете о чем я обязательно черный перец черного перца я каждый раз говорю фарш не жалейте вы поймете что черный перец очень хорошо освежает фарш и например если у вас курица далеко не фермерская ну вот так бывает курица попалась обычная из магазина прозрачная такого водяного цвета то тогда черный фарш черный фарш черный перец отобьет вкус вот этой мокрой птицы мускатный орешек обязательно небольшое количество на терке для куриных котлет будь то они пожарские киевские ивлевские лазерсоновские мускатный орех сделает очень правильное состояние ароматики внутри котлеты тем более что мы будем использовать сливочное масло а мускатный орех и сливочное масло не подчеркивают друг от друга друг друга и делают котлеты такими знаете вот не зря же мускатный орех активно используется при производстве докторской колбасы вот вот этот докторский вкус вот и дает как раз таки мускатный орех историю про пажарские котлеты вы наверняка все знаете если не знаете погуглите если не хотите гуглить ну значит вам лень вкратце обстоит дело таким образом по одной из версий значит рецепт этих котлет госпожи пожарской которая держала трактир в городе торжок на перегоне москва санкт-петербург это тверская область по одной из версий ей француз ему нет нечем было расплатиться он такой говорит у меня расплатиться нечем я могу вам дать рецепт который вам принесет потом успех и славу но в те времена там конец 19 века конечно же сложно было представить принесет рецепт или не принесет но в итоге то представляете как это все развилось по одной из версий котлеты были изначально из телятины потом телятины вдруг не оказалось когда николай первый проезжал и заехал туда сделали из курицы но так как никто не знал что они были из телятины изначально ну и как бы куриное там все это замешалось и как как водится у нас в российском государстве от начального рецепта который когда-то был и кстати он не зафиксирован пи за время переделали столько рецептов потом советский союз пришел потом столовая потом все это перемешалось и в итоге сейчас говорить о том что вот это оригинальный рецепт пожарских котлет или не оригинальный уже не имеет никакого смысла но суть остается сутью мясо должно быть рублено в составе должно быть сливочное масло и обязательно панированные должны быть пожарские котлеты рубленными сухариками то бишь ну панировка да из кубиков хлеба свое время даже эти котлеты воспел пушкин он написал на досуге от обеда и у пожарского в торжке жареных котлет отведай и отправься налегке представляете насколько легендарны эти котлеты когда я попробовал пожарские котлеты я пытаюсь вспомнить и не могу вспомнить потому что у меня в семье пожарские котлеты никто не готовил но помню что на мой вкус пожарские котлеты тогда мои первые были какие-то суховатые я еще подумал зачем столько много хлеба сверху еще прилепили туда но в общем первое знакомство было так себе потом уже став поваром я столкнулся там со своими коллегами там из столовых из разных ресторанов русской и не русской кухни кто только что не придумывал очень хороши кстати котлеты были у толи казакова он там изощрялся и делал там не кашпанировка была совершенно бомбическая наши все как правило по ней как правило делают панировку как попало в ресторане сэлфи анатолий казакова нам конечно они такие прям все по линеечке вообще супер пупер значит смотрите что делаем ждать пока пропитается хлебные корочки и хлебный мякиш сливками можно до бесконечности можно все сложить чашу блендера и просто пробить да кстати получается из этого даже можно смешать его с яйцами можно приготовить какой-нибудь пудинг значит когда все детали так сказать в сборе жижки отправляйте несколько ложек много не кладите куриный фарш и так жидкий перемешайте ни в коем случае никаких яиц не добавлять ни в коем случае я вас заклинаю я яйца сразу чувствую в котлетах котлеты дубовые становятся от яйца видите у меня фарш весь кусочками в этом смысл величайший смысл пожарских котлет кусочками киевская котлета так вообще делается из отбивной из цельного куска мяса понятно что там грудка я грудки не очень люблю поэтому здесь использую корочка как всегда а потрясающе значит если вдруг вы видите что у вас есть еще запас так сказать влажности для котлетки добавьте еще пару ложек смеси хлеба со сливками сливки вообще в любых видах мяса кроме свинины и говядины и баранины прекрасно себя ведет сливки делают котлету нежной с таким затем молочным вкусом для курицы и телятины это вообще я даже сказал закон закон фарш не должен быть жидкий он эластичный он слегка движется но он не должен быть жидкий если фарш будет жидкий сформировать котлету будет невероятно сложно нет можно будет конечно ее выложить на противень там через кольцо и кольцо убрать и потом это все запекать она стабилизируется потом в итоге масса но здесь нужен некий опыт сноровка и анализ которым пользуются все повара как определить когда достаточно сливок но если у вас уже суп то сорян уже как бы поздно поздно уже надо что-то делать добавлять фарш дальше разбавлять например китайцы для пельменей для вот всевозможных там дамплингс и идет за и так далее они делают что они вливают в говядину гаесет говяжий или свиной фарш они добавляют туда воду и соевый соус хорошенько перемешивают и оставляют мясо у него есть свойства она впитывает себя втягивает если учесть что у нас значит если это фарш в хламину такой как бы как пластилин там некуда впитываться влаги если мы имеем маленький кусочек соответственно в этот кусочек влага войдет поэтому если у вас у вас фарш рубленый то априори во первых будет вкуснее котлета чем просто из какой-то гомогенизированной массы во вторых питается влага показываю лайфхак о котором знают все повара но не знают как будет правильно сказать те люди которые просто готовят дом нужно взять пленку тогда вы в холодильник отправляете фарш а я его сейчас отправлю в холодильник для того чтобы он пришел в себя пропитался всеми вкусами остыл нужно сделать вот так пленку опустить мы называем это в контакт закрыть что-либо в контакт понимаете тогда у вас не будет проходить происходить окисление у вас в холодильнике фарш не будет становиться серым сверху потому что если вы так затяните у вас прослойка воздуха между фаршем и пленкой верхняя часть станет серой вот чтобы этого не происходило в ресторанах делают укрытие так сказать в контакт в ресторанах укрывают в контакт кстати очень хорошо суп и пюре так укрывать очень хорошо укрывать таким образом например кашей крупные если у вас остались молочные не молочные у любой крупы есть крахмал у кого-то больше у кого-то меньше и он делает пленку особенно у манной каши и потом эту пленку заветренную бывает очень тяжело разбить при повторном прогревании чтобы этого не происходило гуриевскую кашу манную кашу там какую-то в этом делаете вот закрывать в контакт будет вам польза теперь фарш отправляем холодильник минут на 30-40 там зависимости от того насколько и как вы ориентируетесь в процессе неприготовления еды может у вас суп варится может вы еще что там она и час просто и проблем никаких нет главная цель остудить и дать пожениться всем ингредиентам которые есть у нас в тазике у меня нет морозилки поэтому фарш должен быть достаточно холодный масло ну как бы она не теплая не холодная значит берем отрезаем кусочек какой-то вот такой вот этакий делим его на две части не знаю граммов по 30 наверное здесь больше не надо даже в киевскую котлету в большую котлету масло же смешивается с зеленью и идет на одну котлету 25 граммов масла плюс 5 граммов зелени поэтому 30 для большой для моей большой котлеты и пожарской и киевской одновременно будет достаточно что делаем далее далее самый интересный момент моментом море как говорили наши братья значит я взял вот такую салфеточку тоненькую синтетическую салфеточку чтобы было удобно панировать котлету значит смотрите что делаем почему салфетку потому что ткань она не так не прорезает нож так не прорезает ткань как например пленка если бы было можно конечно попробуйте пленку значит теперь нарезаем мелкий кубик да прямо на салфеточки для того чтобы оставить кусочки хлеба в ровном порядке ровном значит уши вот здесь вот я сделал условно для того чтобы торцы котлет обвалять для чего наши коллеги повара сушат сухарики и почему изначально как утверждают историки панируется все это в сухарях для того чтобы мягкий хлеб если мы берем очень тяжело панировать он как губка он туда-сюда болтается и вам тяжело поэтому я беру например черство всегда хлебушек если у вас черство нету а до завтра ждать не хотите ну тогда да можете нарезать его и отправить в духовку подсушиться но тогда у вас отваливается вот такой вот план так скажем по завоеванию пожарских котлет во всем мире понимаю кто-то пишет уже типа чуть геморрой так чуть геморроица тут же ведь дело знаете когда геморроем попахивает когда охота сделать красиво и прикольно ну а так как никто этим не заморачивается поэтому все варят гречку и едят ее с маслом и никаких пожарских котлеток и киевских не помышляют хотите что было прикольно и вкусно надо чуть-чуть заморочиться в это знаете я вам уже который раз говорю хотя ряд рецептов у меня совершенно без заморочек все теперь аккуратно режем поперек и у нас получается очень маленький но как говорится сильный и мужественный панировочный лист вот так вот режем видите пленка давно бы уже была вместе с кубиками в кубик а салфетка вот она них не так быстро не становится прорезанной но если вы только пилить его не будете поэтому режьте аккуратно а то потом будет тяжело ее подворачивать когда котлета будет готова вот в чем достоинство длинного ножа 25 сантиметров можно длинную штуку ровно порезать длинную ленту какую-нибудь два вида хлеба тема исключительно придуманная но как вы уже поняли да потому что у меня были был черствый хлеб и такой такой поэтому я использую и такой такой вот что получилось у нас вот такая вот сеточка который готова к тому чтобы уже так сказать стать оберткой для котлет руки вода водой мочим аккуратно достаю ох чувствую я многовато у меня конечно одного корочка будет на одну котлету значит фарш ни в коем случае выбивать нельзя наоборот он должен быть рыхлый иначе курица склеится вы потом вообще там ничего не найдете будет у вас дуб дубом кусочек масла а по теперь все это подворачиваем масло заворачиваем внутрь как мы это делаем у киевские котлеты делаем и слегка продолговатой аккуратно делаем так чтобы шовчика никакого не осталось нигде смотрите котлетка мощная получается сочная красивая куриная и вот теперь она может быть и квадратная треугольная круглая вообще какой захотите нет форму котлеты какой-то определенного какого-то смысла в советские времена котлеты столовых как мне сказала одна моя близкая знакомая она говорит котлеты делали котлеты делали разной формы для того чтобы отличать их друг от дружки и вот смотрите что делаем берем котлетку и начинаем проворачивать тем самым облепляя ее сухариками опа понимаете о чем я так чуть-чуть не хватает мне хлеба значит если вдруг вы видите что чет не хватает как вот у меня потому что сразу рассчитать конечно же тяжело значит будем делать вот так берем ножичек переносим сюда сухарики крайняя линия будет конечно не такая ровная как первая но мы ее спрячем потом правильно положим той частью где у нас соответственно сухарики ровным слоем лежат опа впереди копы и по бокам соответственно вот эти уши нужны были для того чтобы закрепить сухарики с торцов все и как только у нас котлетка оказалась в сухарях мы и отправляем на сковородку да и не забываем что у нас еще есть вот эта часть торцевая огонь огонь и немцы смотрите в киевской котлете киевская котлета обжаривается или во фритюре или на сковородке но тогда она будет не такая красивая и ровная а потом доводится духовке мы сделаем точно так же потому что если мы будем все это доводить на сковородке у нас просто-напросто сухарики сгорят и ведь что самое интересное в киевской котлете когда она уже готова при подачи под нее подкладывают гренку некую хлеб да для чего это делается для того чтобы когда вы разрезали и масло потекло оно впиталось в гренку ни в коем случае не расплылось по тарелке потом его же не соберешь никак ну да можно макать просто в него но идеально это когда вы распиливаете гренка впитывает масло и все вы едите уже котлету все сильно не жгите сковородку как говорил похлебкин в идеале бы хорошо дать котлете в любой панировке постоять в холодильнике ну хотя бы и минут 30-40 для того чтобы влага которая у нас есть в мясе и которой не хватает панировки она туда переместилась панировка стала чуть более влажной тогда она прилипает плотно и котлетка становится такой знаете уже правильный по мнению похлебкина я с ним кстати полностью согласен значит нам какая цель и задача от обжарки нам нужно чтобы верхний слой курицы стабилизировался чтобы греночка прилипла чтобы подрумянилась и курица ну как бы знаете схватилась котлета сама в смысле курицы говорю вот она румяная красивая ровненькая панировка тут конечно лопатка нужно еще важный момент потому что если у вас какая-нибудь толстая деревянная с таким набалдашником здесь знаете такая сделанная и не заточенная с краю то можно тут все по раздербанить и вот смотрите когда мы перевернули ее на скажем на ужина на четвертую так сказать сторону теперь чтобы сильно не заморачиваться можно и переложить на противень но если котлета большая сделать это так непросто я предлагаю вот какой вариант взять сковородку вот за эту самую деревянную ручку ничего страшного и отправить ее в духовку прямо вместе с котлетой с деревянной ручкой ничего не случится температура нам должна нужна примерно сейчас у меня стоит 180 до но вообще я ее нагревал там до 150 она долго у меня видимо стоит пока я бла-бла-бла с вами нагрелась градусов 150-160 минут 15 будет достаточно поглядывайте одним глазом чтобы масло внутри не начало закипать тогда она порвет котлету и начнет вытекать вовне здесь нужно поймать вот эту вот вот эту грань которую очень тяжело объяснить на пальцах даже имея язык и и губы понимаете так котлетка подготовилась пока то у меня стояла в духовке я сделал еще одну ну и соответственно как вы понимаете меняю сделал вторую для того чтобы просто но фарш никуда не пропадал и я уже обещал что но главная мысль такова не надо вам 10-15-20 делать еще как-то вы можете их понаделать в панировке обжарить сложить на противень если вы там делаете 10 котлет например если вы делаете 40 котлет то понятно такая техника с салфеткой и с аккуратным нарезанием не работает потому что вы запаритесь нужно воскресенье начинать к среде вы будете как раз готовы это когда вы хотите устроить романтический ужин да когда хотите сделать чтобы котлетка пожарская выглядела великолепно и чтобы муж ваш или жена пришли с работы сказали типа его моего это что такое это как так так как так можно было все приготовить вот соответственно теперь аккуратно переносим котлетку сюда видите недостатки лопаток с дырочками за них сухарики цепляются масло везде дырочку найдет нашла дырочку он видите полилось ну и неплохо это будем смотреть что внутри берем ножичек и начинаем резать 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 опа смотрите вот это сочняк тоненькая стенка видите но так бывает главное что получилось корочка хрустящая внутренности влажные сочные мягкие все хрустит все сочится зожники сейчас все точат ножи такие столько масла столько хлеба посмотрите вот это живительная влага этот блеск вот это сочная котлета вот такая должна быть настоящая пожарская киевская сочная котлета пока 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 Продолжение следует...